Добрый день! Первое сентября. Продолжаю свой обзор возревания плодов на контейнерных инжиров. Ну вот сразу хочу показать свой любимый сорт флоринду. Вот надувается плод основного урожая. Вот повторюсь, что флоринда вообще не стрессовала. Если она и осыпала плоды, то не более трех-пяти штук. То есть я не считала конкретно, но как было много плодов на веточках, так и остается. На отдельных веточках больше десятка плодов, а их тут веточек очень много. В общем-то очень урожайный сорт. Так, вот значит вызревание такого сорта. Так, это у меня султан двухурожайный. Я уже много показывала его на фейсбуке. Он уже давно зреет, недели три как зреет. Вот еще один плод начал созревать. Так, султан с буквой Е на конце, то есть женского рода, султанша. Так, дальше у нас я вот так прохожу там, где еще только-только слегка надувание не показываю. Вот сорт Таугэла, такие разноцветные плодики на нем. Вот надувается. Ой, один упал. Вот надуваются плоды. Вот плодик упал. Но ему суждено было упасть. Вот так, когда сильно темнеет заранее перед набуханием еще, то такой, значит, не выдерживает. Сорт не висит, отпадает обычно. Так, вот у меня Рон де Бордо. Круглый Бордо. Он стоял вот здесь на хвост дворе. Но я заметила, что у меня исчезают зрелые плоды. Вот, то есть он давно уже зреет. Я думаю, ну вот завтра сниму, прихожу на утро, нет плодов. Думала птицы, а потом поймала. Это мои собачки во время выгуливания вот сюда ставят лапочки на край горшка и объедают все эти плодики. Вот. А одна собачка у меня довольно высокая. Она вот даже с верхних вот здесь объела мне все плоды. Поэтому мне надо вот все эти горшки перетаскивать за пределы этого хоздвора. Хорошо, что вот еще вот Марокко 23 не надувается, не зреет. Они зеленые плоды не трогают. Вот пусть бы объедали бы здесь, в открытом грунте Сан-Пьер-Бланш. Здесь много плодов. Ну, я им и оставлю. Пусть потерпят немножко. И вот свою сигару мне пришлось вот так укутать. Вот, чтобы не объедали. Но они же вот дырки сделали. Сделали дырки и по-прежнему объедают. И вот за этот поворотик сюда заходят по тряпку, под агро-волокно. Достают плоды. Придется мне перетаскивать. Дело в том, что у меня мужа сейчас нет. Он уехал в Кыргызстан, улетел. А мне даже на тележку такой горшок. 50 литров земли в нем, во-первых. Во-вторых, горшок сам по себе тяжеленный керамический. То есть очень тяжелый горшок. Мне трудно даже на тележку его загрузить. Ну вот показываю здесь у меня контейнерные мои молодые саженцы, которые были с желтыми листьями. Вот они все в принципе отошли. Вот и далее я спускаюсь к контейнерным инжирам на второй террасе. Так, понтотреза у меня все-таки вызрит. Может быть опылился инжир осой бластофагой, которая вылетала. Посмотрим. Понтотреза, она самоплодный. Это самоплодный сорт. Но у меня как-то, как-то мне не везет. Вот хочу опять голден рэнбоу показать. Ну вот скажите, пожалуйста, какому такому умному человеку пришло в голову этот сорт назвать yellow long neck. Длинная желтая шея. Ну где здесь шея, ребят? Ну где здесь шея? Ну не может инжир без шеи называться длинной желтой шеей. Ну не может. Это голден рэнбоу. Вот, пожалуйста, инжир без шеи. Вот, посмотрите. Совсем без шеи. Вот, ну какая, ну малюсенькая есть, как у любого. Сорта. Ну вот разве бы вы назвали этот сорт, если бы вы придумывали название длинной желтой шеи? Ясно, что нет. Вот, то есть вот надулся плод у нас. Я, наверное, завтра сниму. Так, это джоли тайгер. Все листья погоревшие. Ну плодики полосатенькие. Ну не сильно так, чтобы прям варигатную плоду. Некоторые буквально с одной полосочкой. Но, тем не менее, признак варигатности держит. Вот. Тоже вызревать будет скоро. Это у меня итальянский 258. Вот на нем два плодика. Но, наверное, вызреет к началу октября, я так думаю. Так, это у меня покупался как руж де бордо, красный с бордо или пастилье. Не путать с анновен пастилье, с неизвестным пастилье, потому что анновен пастилье относится к группе смирно. То есть требуется опыление осой, а у меня это французский сорт. Если это он, если это не пересортится. Будем смотреть. Может быть, опять пересортится. Так. Ну и дальше я пробегаюсь. Здесь посмотрим опять, что же у нас. Наполитана еще пока не надувается. Плоды уже крупные. Но надувания я не вижу. Он долго очень раскачивается. Очень долго. Так. Гриз де льен тоже у меня. Вот в открытом грунте. Вот этот плод тоже уже большой. Я прям с надеждой смотрю, чтобы он не упал. Потому что вот такие темные плоды, они падают. Они падают. Этому сорту не характерен такой темный окрас. Он более... Он такой серо-розовато-грязный, я бы сказала. Вот мне кажется, что вот это все опять подпадает. Но хоть несколько сортов, может быть, плодов, может быть, вызреет. Так. Это у меня тоже гриз де льен в горшке. У него два плодика было, а пали. Вот не везет мне. Так. Вот этот сорт у нас сейчас под определением сортности. Условное название есть. Но мне он по листу. Вот по такому построению листа. И по форме плодика и по окрасу напоминает Марсель Блак Селекс ИВС. Так. Может быть, это... Сейчас вам покажу. Он у меня в открытом грунте есть и в горшке. Вот он в открытом грунте. Такой же точно лист. Точно такой же лист. И вот такой у него плод. Очень похож. Вот он плод. Вот похож вот на эти, которые в стадии полного обозревания. Очень похож на тот, который у нас стоит под вопросом. Сорт получен из Америки. Как другой сорт. Но оказалось пересортицей. Бывает такое и у американских известных коллекционеров. Не буду называть имен. Вот он еще раз показываю. Сорт, конечно, симпатичный. И еще у меня Блак Марсель Селекс ИВС есть в горшке. Тоже вызревает. Напоминает он мне сильно. Этот вот американский сорт. О! Вот, пожалуйста, птичка. Птичка постаралась. Только оставишь что-то на вызревание. Как налетит. Я бы открытые грунты гербанили. Вот видите, очень похож. Очень похож плод и похож лист. Вот плод уже вызревает. Вот так-то бывает. Значит, пересортится и от американцев. Так, открытый грунт я пока не показываю. Потому что открытый грунт у меня сильно отстает от контейнерных инжиров. От вызревания. Вот покажу полосатый батлер. Страйп от батлер. Съедобный каприфик. Вот я рассчитываю на вот эту протичу. Что из нее все-таки вылет осы будет. Дай бог. Потому что оплодотворить... А, опылять оплодотворять все время. За животными путаю. А опылять есть что. Так, это Кравин Кравинкс. Я уже снимала один крупнейший плод. Но не с этого экземпляра. Повторюсь, у меня их три. Крупнейший плод. Не фотографировала. Видео не снимала. Потому что часть плода была расклевана птицей. Ну, не стала я такой плод с ним фотографировать. И идет вызревание одного плода. Диаманты. Вот. Обычно при вызревании он набирает синий цвет. Но этот пока еще розово-красный. Вот видите. Так, а это у меня белый акреатический. От Брайана Мелтона. Он у меня есть в открытом грунте. Поэтому этот экземпляр будет выбрасываться на компостную кучу. Так, или уже продан. Наверное, может быть, я по Франции его и продам. Так, а горшок освободится под другие жиры. Так. Повторюсь, открытый грунт не показываю. Пока еще рановато. Сортов много. И на всех есть плоды. И, в общем-то, у меня нет сейчас такого сорта в открытом грунте, который был бы без плодов. На всех есть плоды, как видите. Вот это у меня белая мадлена. Она очень остается от горшечной. Я горшечную удалила, белую мадлену. Убрала полностью. То есть, само растение подарила. Здесь у нас соседям. Вот. К тому, как стал плодить открытый грунт хорошо. Вот здесь вот она у меня. И еще экземпляр в тени растет. Так, ну что еще рассказать? Что еще здесь показать из вызревающих? Вот айс-кристалл. Вот маленький мелкий инжирчик. Очень-очень вкусный. О, он уже отварился, кстати. Не будет у нас здесь вызревания. Вот. Ну ничего, у меня второй экземпляр. На том не отваливается точно. Так. Ну вот у меня белый агреотический в открытом грунте. Поэтому из горшка, естественно, будет убираться. Ну и сделала я отводку от фьюри. Вот воздушную отводку. Буду тоже этот сорт размножать. Вот. И что? Похвастаюсь, что все-таки с болезнью в желтезу и листьях я справилась. Правда, листоверка вот тут повредила листочки. Ну, тем не менее, макушечки все зелененькие пошли. Новый сорт свит джой из Южной Кореи я получила. Ну, вот так. Такой обзор. Небольшой. Вот надувается у меня сантрани. Вот этот плод надувается. Как я уже неоднократно говорила, у меня напоминают диаманты. Ну, там очень тонкая грань в разнице. Разница слегка в окрасе. Ну, и здесь больше вот таких листьев. Вот на нем практически все листья. Посмотрите, все практически листья у него вот такие однополосные. Так, вот посмотрите. Ну, практически все. Вот, в отличие от диаманта. Вот видите. Ну, кое-какие вот такие встречаются, но их в меньшинстве. Значит, отличие в чем. Плоды призрелось, когда созрели. Этот красновато-фиолетовый, а тот синевато-синеватый больше оттенок. Так, вернусь, покажу еще раз, чтобы сравнить листья. Ну, здесь листья, посмотрите, все трехпалые. Все трехпалые. То есть нет здесь однополосного листа. Все трехпалые. Вот в этом разница. А плоды очень похожи. Плоды очень похожи. Да и гриз-дельен плоды похожи тоже на эти сорта. То есть, хотя это не итальянский сорт. Вот, но листы другой. Лист другой совершенно. Вот такой вот лист. Ну, видите, плоды такие вот похожи. В принципе, инжир есть инжир. У многих похожие плоды по цвету и форме. Главное, что там внутри. И сроки созревания тоже. И вкус, вкусовые данные. Вот. Ну и вердина. Вердина. Вердина весь в плодах. Весь засыпанный. Долго я ждала. Сорт поздний. Скоро будет. Все на этом. Спасибо за внимание. Не буду слишком длинное видео делать. До открытого грунта еще далеко до урожая. Ну, разве что вот здесь. Скоро будет надуваться начали клады. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.